Какова роль женщины по отношению к мужу, детям? К сожалению, доходят до некого рубежа, когда они чувствуют пустоту. Сейчас активно говорят о том, что женщина должна ставить всё-таки на первый план именно себя. И страдает вся семья от того, что мама несчастна. Нет какого-то складного общего единого духа, что ли. Вот часто бывает такое в семьях. Это всё-таки задача пары. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Принято считать». В современном обществе принято, что женщина обязательно должна стать успешной и финансово независимой. Но какова её роль по отношению к мужу и детям? Сегодня поговорим об этом с психологом Мария Ивачевой. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Мария, расскажите, пожалуйста, какова роль женщины по отношению к мужу, детям? Всё-таки в чём роль по-настоящему? Здорово, что мы сегодня подняли эту тему, потому что действительно очень много громких голосов говорят о том, что ты должна реализоваться, ты должна достичь каких-то высот. И женщины, которые откликаются на эти громкие голоса и следуют им, к сожалению, доходят до некого рубежа, когда они чувствуют пустоту. Потому что карьера достигнута, вроде есть большие средства и есть там, я не знаю, какие-то материальные блага, но тем не менее она не чувствует себя внутренне удовлетворённой. Поэтому, на мой взгляд, и об этом говорит Библия, тот ориентир, который и показывает, для чего женщина была создана, всё-таки у женщины на первом месте в приоритете – это её отношения в семье. И мудрая женщина, она учится соотносить вот эти приоритеты, чтобы, если она хочет работать, если она хочет развиваться, чтобы при этом не страдали её отношения. И очень хороший вопрос вы задали, Анна, о её роли по отношению к мужу или жене. И я помню, как однажды я заполняла анкету, и в этой анкете был такой вопрос – кто для вас на первом месте, ребёнок или муж? И эта анкета была в детском саду, и написано было, что анкета абсолютно анонимная. Но я знала, что когда я подам заполненную анкету, ну, конечно, воспитатели увидят, кто заполнял эту анкету. Поэтому у меня была дилемма, как заполнить. Я считала на тот момент и сегодня также считаю, что на первом месте у женщин должен быть муж, не ребёнок. Потому что если у мужа с женой всё хорошо, если у мамы с папой мир, взаимопонимание, гармония, то тогда и детям вокруг них комфортно, хорошо. И если я напишу, что ребёнок на первом месте, то как бы я солгу, и с другой стороны я дам правильный ответ. Вот дети для нас – это всё самое ценное. Я поставила тот ответ, который был мне близок, то, как я думала, что в первую очередь женщина должна строить гармоничные отношения с мужчиной. Если у неё будет всё хорошо в отношениях с мужчиной, если она будет искать, как послужить ему, как его порадовать, как отвечать его нуждам, потребностям, и он будет отвечать её нуждам, потребностям, детям будет хорошо в этой семье. То есть дети видят, да, собственно, вот этот образ семьи. Они видят счастливые отношения, и мужу будет хорошо. Потому что если женщина сделает акцент на отношениях с детьми, то однозначно пострадают отношения с мужем. Если она выбирает ребёнка как самый главный объект, да, обожания, заботы и всего прочего, то, конечно, страдают отношения с мужчиной, с мужем, и рано или поздно вот эти прохладные или вообще иногда холодные отношения, они отражаются на детях, которые чувствуют, что какие-то молнии сверкают дома, да, что-то происходит. Ведь иногда, когда у детей спрашиваешь, ну, вы видели, как родители ссорятся? Кто-то видел, а кто-то не видел, как ссорятся, но видели, как какое-то тяжёлое облако дома находится. Они же всё равно всё чувствуют. Они всё чувствуют. Поэтому, ну, и точно так же им нравится, когда мама с папой обнимают друг друга, когда мама с папой говорят друг другу добрые слова. Поэтому, на мой взгляд, женщина, которая делает приоритетом мужа в первую очередь, она не обделяет своих детей, как женщина может думать, а наоборот обогащает. Она думает, я от этого буду плохой мамой, но на самом деле она будет лучшей мамой, когда она будет мужа в приоритет ставить. Потому что она задаст своим детям правильную модель, правильную модель взаимоотношений полов, она задаст им правильную модель, каких они должны искать в будущем тоже партнёра для брака, для построения отношений. Поэтому вроде такие мелочи, да, семейные, но они имеют такие далеко идущие последствия. Да, об этом важно знать и помнить. Но вот ещё такой момент есть сейчас, активно говорят о том, что женщина должна ставить всё-таки на первый план именно себя, а уже потом, соответственно, мужа, ну и на третьем месте дети. Естественно, когда мы верим в Господа, мы, собственно, общаемся с Ним, да, имеем с Ним отношение, Он у нас на первом месте, ну а потом уже сама женщина идёт. Вот как вы думаете по этому поводу? Ну, здесь тоже нужен какой-то баланс, Анна. Ставить на первое место себя, это не значит эгоистично самолюбованием заниматься. И только саморазвитием, вот вся семья, да, все её нужды отложены в сторону, только я развиваюсь. И здесь вот нужен как раз вот этот баланс. С одной стороны, женщина не должна забывать о своих нуждах, и она должна иметь и время для отдыха, и время для каких-то, для какого-то хобби своего. Она должна выкраивать это время, иногда даже отвоёвывать это время, потому что она может весь день прибираться, убираться, варить. Эта работа никогда не закончится. А как правильно это сделать, воевать своё время в семье, когда дети маленькие? Для того, чтобы, ну, отвоевать это я образно говорю, его нужно планировать, это время для себя, и это время, ну, нужно его придерживаться. Если ты запланировала, что, к примеру, в конце дня будет один час твоего времени, когда ты будешь читать, или, ну, я не знаю, у разных женщин разные, да, хобби, или ты просто посидишь в тишине с чашечкой чая, или ты просто выйдешь прогуляешься, это время, оно должно остаться за тобой. Особенно в этом нуждаются мамы с маленькими детьми. Она нуждается в этом времени, и она должна просить мужа тоже о помощи в этом. Иначе, если она целый день с детьми, если там один или два ребёнка, и она целый день крутится с ними, то как бы она сильно не любила их, она устает. Ну, выгорание просто, да? А у неё происходит выгорание, и ей тогда не в радость ни муж, ни дети, которых, может быть, она очень сильно ждала и желала. Поэтому это время обязательно должно быть. Некоторым мамам я даже советую обратиться за помощью к няне, если, ну, нет возможности, чтобы муж помогал, то используйте няню, но не выдыхайтесь. Иначе тогда вот эта мама бескислородная, она начинает раздражаться, и страдает вся семья от того, что мама несчастна. А что делать, если папа, к примеру, часто в командировках, и он просто физически не может присутствовать с детьми, только по телефону, например, может пообщаться со своей семьёй, а женщине как здесь можно выкроить своё время так, чтобы никому не во вред? Я думаю, что наша задача учить наших детей с детства тому, что мама – это не главный развлекатель, что мама – это не средство от скуки. Мама, мне скучно, мама, поиграй, мама, развлекай. Надо приучать ребёнка в любом возрасте, ну, чуть-чуть, насколько он может, уметь себя занять. И вот это время занять, когда он чем-то занят, книжку листает или раскрашивает, или лепит что-то рядом с тобой, ты можешь немножечко посвятить себе. Пусть ты не можешь уйти из дома, но ты можешь хотя бы не быть всё время направленным вниманием на него. В любом возрасте нужно ребёнка учить этому, да, то есть даже если маленький ребёнок. Конечно. Соответственно, если чуть постарше, он уже быстро понимает, о чём речь. Иначе, если мы приучаем всё время по любому зову «мама, мне скучно, приди», «мама, я не могу, приди», мы приучаем их, с одной стороны, маме это может быть приятно, что ребёнок от неё зависит, но, с другой стороны, она его делает зависимым от себя, и в будущем она очень сильно будет страдать от того, что он не самостоятелен, ему сложно выбирать, что это ему сложно себя занять. Он не знает, чем себя занять, он привык, что когда ему скучно, обязательно находили ему какое-то занятие, подыскивали, чем бы его развлечь, чтобы ему не было скучно. Вот, Мария, скажите, бывают такие ситуации, когда ребёнку говоришь о самостоятельности, о том, что он должен, всё-таки он уже взрослый ребёнок, он взрослеет, и он должен как-то вот сам быть ответственным за учёбу, да, за своё личное пространство. Его это немножко как пугает, как-то вот он, ну я же всё-таки ребёнок, ну чувствуется, что хочется ещё какой-то детскости, зависимости, ну в хорошем смысле слова. И вот как здесь мягко и понятно ребёнку донести, чтобы без обид? Ну вот смотрите, Анна, с одной стороны, если мы никогда этого не делали, и вот, знаете, в одночасье открываем дверь и говорим, ну всё, да, заглядывая в комнату ребёнка, ты теперь самостоятельный, я уроки контролировать не буду, и по утрам я тебя будить не буду, вставай там как захочешь, если проспишь, твои проблемы. Конечно же, мы напугаем ребёнка, поэтому самостоятельность приучает детей с очень маленького возраста, с очень, давая эту дозу самостоятельности, вот эту порцию в очень маленьких количествах. Когда маленькому ребёнку мы предлагаем, вот, к примеру, ты хочешь эти носочки или эти носочки? Мы ему даем очень маленький выбор, он выбирает, он постарше становится, мы говорим, вот эту книжку будем читать или вот эту, эту сказку будем слушать или эту. И мы по чуть-чуть укрепляем в нём эту уверенность, более того, когда он что-то делает, мы закрепляем это и говорим, как замечательно, ты сам справился без меня, какой молодец. И он понимает, что быть самостоятельным – это здорово. Плюс к этому обязательно каждый взрослый должен помнить, что самая заветная мечта любого ребёнка – это стать взрослым. Все мы в детстве мечтали стать взрослыми, мы хотели походить на взрослых, поэтому мы играли в игры, в которых изображали взрослых и профессии, и действия и так далее. Ребёнок мечтает стать взрослым, и вот на этом желании, на этой мечте взрослый может строить такое здоровое формирование самооценки, что ты уже достаточно самостоятельный, достаточно взрослый. Давай мы попробуем вот для этого возраста, и взрослый помогает ему что-то попробовать, но при этом контроль, конечно, остаётся. Мы должны понимать, что у него ещё не созрел головной мозг для того, чтобы он так же контролировал себя, как взрослый. Поэтому, да, мы ему что-то позволяем, но при этом мы где-то издали контролируем. Если у него не получается, мы помогаем, и снова помогаем ему преодолеть это, прорабатываем какие-то ошибки, используем какие-то способы, что он всё-таки там, не знаю, встал по будильнику, будильник тогда ему, если не может вставать. Ну вот часто бывает так, что роли не понимают, не понимают роль папы, например, дети, да, тоже они как-то вот, ну, не собраны, да, вот. Нет какого-то складного общего единого духа, что ли. Вот часто бывает такое в семьях. От чего это зависит, почему так происходит? Это задача женщины создать гармоничность в плане ролей и вообще в плане отношений? Ну, я думаю, что это всё-таки задача пары. Обоих. Обоих. Эти вещи нужно обговаривать. Эти правила семейные и роли семейные нужно обговаривать, потому что, ну, нигде в Библии не написано, что жена только моет посуду, муж только зарабатывает деньги. Ну, нет таких текстов. И поэтому мы должны понимать, что Слово Божие на самом деле не дают жёстких ролевых каких-то рамок. И семья должна учиться договариваться, потому что если они оба работают, невозможно сказать, что, ну, теперь весь дом, уборка, готовка, дети, всё это на тебе. Нет. Пара должна понимать, что эти роли, которые определены в Библии, да, о том, что они будут вместе управлять этим миром, как Адам с Евой были сотворены, чтобы управлять этим миром, да. Бог сказал, управляйте этим миром. И этот мир, это внешний мир, и это мир семьи. Но эти роли, они должны расписать не для того, чтобы сделать некую границу. Вот, это моя задача, я это буду делать, а ты уж будь добра, вот, своё сделай, я к тебе не лезу, это ты должен делать. Роли не для этого нужны. Роли нужны для того, чтобы паровская оперировавшись, как команда, могла выживать в этом мире. Если мы прописываем роли для того, чтобы сказать, ну, ты почему не приготовила ужин, это твоя задача, а она говорит, нет у нас денег, зарабатывай, это твоя задача. То здесь пара просто топит друг друга, это не команда. В команде каждый друг друга готов поддержать, если нужно заменить, подстраховать где-то в какой-то момент. И даже если роли прописаны, они прописаны для того, чтобы вот эта команда могла лучше функционировать, для того, чтобы она могла лучше выживать. И поэтому если семья определилась, что мама готовит, да, но при этом мы не снимаем обязанности с папы, мы не можем воспитание детей только на маму переложить. Это сегодня уже, ну, вопиёт, и все понимают, что папы нужны детям, и нужно участие папы. И поэтому сказать, что только ей кухня и дети, а ему только зарабатывание денег, это очень обеднить эти роли, очень упростить это всё. И тогда каждый будет, как вы знаете, вот в деловых отношениях. Я свою часть выполнил, ну, ты давай свою теперь часть выполняй. Это тогда не команда, которая работает на одно общее дело, на то, чтобы семья была счастливой и выживала, и справлялась с теми натисками, которые на неё окружающий мир, соответственно, ну, какие-то посылает. Да, Мария, вы хорошо раскрыли понимание вообще ролей, да, что такое роли, что это не просто формально какая-то игра. Нет, это не игра, а оказывается, это отношения, доверительные отношения между друг другом, когда пары договариваются, правильно, да, чтобы наши зрители тоже понимали, что всё-таки это не игра, не какие-то условности, обязанности, которые формально человек выполняет, а они обоюдно просто. Ну да, обычно на свадьбах есть такие шуточные конкурсы. Кто будет стирать, кто будет деньги тратить, ну, вот такие шуточные. Они вроде шуточные, но они накладывают некие стереотипы. И, конечно, роли мы ещё и во многом берём из той семьи, из которой мы вышли, но это не что-то жёсткое. И если было так у ваших родителей, это не значит, что вы обязательно жёстко должны придерживаться этого в вашей семье. Вы, муж и жена, вы определяете, кто какую сферу возьмёт на себя, кто будет оплачивать квитанции, кто будет возить детей и так далее. Вы можете определить так, чтобы это не унижало друг друга, а наоборот помогало семье выжить, выстоять, быть сильнее. Хорошо. Вот ещё такой момент есть относительно женщин, которые остались в одиночестве, которым очень тяжело порой, и с детьми они остаются, и достаточно много бывает детей в таких семьях, когда женщина одинока, она должна их воспитывать, должна зарабатывать. Как ей быть? С чего ей начать? Как ей грамотно подойти вообще к воспитанию, к самой себе? Как разобраться в себе, понять вообще свою жизнь? Какие советы можете? Ну, я думаю, что ей однозначно нужно искать помощь. Нельзя считать, что ты одна сможешь быть и мамой, и папой. Искать эту помощь в лице тренера, может быть, куда ребёнок ходит на секцию, искать эту помощь в лице пастора или наставника, какого-то кружка, где твой ребёнок посещает, родственника какого-то, чтобы у ребёнка всё равно была модель мужчины перед глазами, кто как этот мужчина действует. И в утешение таким женщинам я бы хотела прочитать текст. «Даже у дерева есть надежда». Это из книги Иова. «Срубленное оно вновь пустит побеги, и ростки его новые не погибнут. Пусть состарился его корень земли, и омертвелый пень землёй покрыт, но лишь почует воду, вновь даст побеги, распустит ветви, словно саженец». Вот это спиленное дерево — это отношение, которое разрушено мужа с женой. Но вот эти молодые побеги, она может укрепить этих детей, чтобы они преодолели эту боль и эту боль обратили в силу. Благодарю вас за эти ценные советы, Мария. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы были с нами. Пишите нам письма, оставляйте свои комментарии. Всего самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»